доброе утро друзья еду я на работу и чувствуется за последние дни наш канал силикон валы войс перегрузился иммиграционные темы но даже не вот иммиграционные в целом в широком аспекте а вот конкретно там вот лотерея заполнение формы что с образованием что с возрастом ну вот как бы вопросы которые задают на такие наболевшие много раз задают причем один и тот же вопрос я не припомню чтобы вот раньше так было чтобы один и тот же вопрос задавался много раз в день и вроде так несложный я это объясняю тем что в лотерею вот в этот процесс включилась много новых людей которые просто не подготовлены и они на ходу разбираются потому что скажем если новичков особо нет но так по чуть-чуть да то соответственно и некому спрашивать такие вроде простые наивные вопросы задавать там да ну вот а как быть с этим с этим то есть конечно всегда были вопросы заковыристые вот и сейчас тоже есть думаешь их закрутила понимаете вот а так сейчас вроде вопросы простенькие есть инструкции в конце концов я скажу так что выживает сильнейший да то есть тот кто но уже совсем с такими простыми инструкциями разобраться не смог видео смотрел там форумы читал и так и не смог но может быть ему и не надо было приезжать соединенные штаты но действительно вот не всем живут с одной стороны с другой стороны если человек действительно хотел то он и без нашего канала и без никого там пошел и разобрался в конце концов есть форумы вот или там в крайнем случае но не за там пошел заплатил там 40 50 долларов там турагентстве они заполнили ну правда то есть в общем все это все это как-то решаемо решаемо при некотором уровне мотивации достаточной я сейчас веду переписку с женщиной которая как бы хотела бы но не уверена учиться в онлайн классе и но на самом деле по вопросам я как человек уже давно этим занимающийся я уже по первому вопросу по первым двум-трем фразам могу сказать что у человека на уме ну как бы насколько он сфокусированы вообще есть нибудь хоть какой-то фокус там и так далее вот у нее никакого фокуса нет она в совершенно совершеннейшем таком праздрае у нее множественные приоритеты причем как бы нет явные цели такой и вместо цели у нее становится средство путь и вот у нее какие-то пути в жизни есть и они как бы равноценный она не может выбрать между ними потому что цели то нет и как бы каждый путь он равноценен другому потому что путь стал целью в общем их как бы вежливый человек то есть мне неудобно не отвечать но другой стороны она каждый раз пишет такую километровую простыню знаете со своими переживаниями и я не то что если бы я был психотерапевт я выбрал с нее там 200 долларов там за прием но не в долларах дело но в том что время же и и самое главное да самое главное что я понимаю что то она не сможет принять никакого решения и моя естественная реакция вот держаться подальше то я я не хочу такого студента давайте вы можете сказать послушайте но взяли тысячу баксов и пусть делает что хочет это же ее проблемы с одной стороны да но вы же видите что она перекладывает эти проблемы знаете есть такая книжка я не помню как она там называется там человек значит описывает вот в бизнесе как не брать на себя чужие проблемы и он это стаку в такой аллегории описывает что вот идет человек у него проблема тут обезьяна сидит вот это monkey вот сидит обезьяна и он приходит к тебе и говорит а вот там что вот что-то такое и вот этот обезьяна уже одной ногой уже на твоем плече сейчас уже вот и либо ты гришь но я посмотрю бах обезьяна твоя сейчас теперь твоя проблема ну что вот он ходит и я я ничего не делаю он же выскал что я посмотрю и вот я не вижу не так вот есть такие люди которые все ходят вот обвешены этими обезьянами и они только к тебе подойдут играть кстати и ты уже видишь эту обезьяну которая на тебя идет и ты говоришь спасибо большое в следующий раз да и и отваливаешь куда-то потому что не нужны чужие обезьяны никому не за деньги не держи не бесплатно ну никак не нужны иногда иногда ты берешь на себя какую-то работу которая может быть даже оплачивается меньше может быть и вовсе не оплачивается так тоже бывает потому что деньгами ты может быть не получишь но ты получишь еще чем-то то есть может быть очень осознаешь вот важность того что ты делаешь ты понимаешь что это важно сделать не независимо ни от чего ты понимаешь что вот есть живой человек и это его жизнь кардинально изменит и каким гадом надо быть что вот отказать человеку в кардинальном изменении его жизни к лучшему и так далее Поэтому Когда ты видишь, что человеку особо не надо Я возвращаюсь к лотерее на самом деле Когда ты видишь, что человеку особо не надо И он чего-то спрашивает И он что-то такое там Знаете, вот особенный вопрос Типа скажите А вот я работаю там-то и там-то Зарабатываю столько-то, столько-то Мне надо играть в лотереи Мне надо вообще эмигрировать Вот кто-то ему должен сказать И Я тоже понимаю, откуда вопрос Но Если вопрос такой возникает, то точно не надо Потому что Опять происходит подмена Цели, средствам Есть люди, которые В эмиграции не состоялись, ну, никак Почему они не состоялись, никак Потому что они думали, что Эмиграция сама по себе решит вопрос А вопрос был Понимаете? Но Так же, как вот в браке Вот там он один раз развился Второй раз развился Третий раз развился Он думал, что вот в жене вопрос Да не в жене вопрос Своя проблема Ты от нее не уйдешь Есть ли проблема в тебе? Да хоть 10 жен поменять Сколько есть народу, которые говорят Вот там четвертый раз женат Если бы я тогда был такой умный, как сейчас Я бы и с первой так же жил Ничего не изменилось И вот эта тема Эмиграция Зачем? Знаете? Зачем? И дальше выясняется, что вот как-то вот Вроде все бежали Вот и он тоже побежал Как-то вот, знаете Что-то такое Думает, а что там? Динамо бежит, бежит И тоже побежал Знаете? У него не было задачи Которые он хотел решить С помощью эмиграции То есть Те задачи, которые у него есть Он прекрасно решает дома Ну или Он их не решает дома Потому что он их не в состоянии решить Лично Он, вот он Не может их решить нигде все равно Хоть ты его куда помести И вот собственно То есть он более-менее находится В таком правильном месте Вот тут То есть он живет свою жизнь Не чужую Вот он живет ее И дальше вдруг кто-то побежал Заполнил какую-то анкету Чего он ее заполнил? Ну заполнил Колоссальный процент Я вот недавно сюжет делал об этом Там пару недель назад Колоссальный процент людей Выигравших лотерею Ей не воспользовались Этим выигрышем Этим не воспользовались И никуда не поехали Там Я забыл процентов 26 Оно им не надо было Я вот по Своим воспоминаниям Вот из советской преимущества жизни Я помню, что люди все время куда-то записывались Вот если запись идет Куда-то идет запись Надо записаться Мало ли что Знаете, вот люди все время записывались Даже не задаваясь вопросом Куда он там записывается Ради чего он записывается Был такой старый анекдот Как Идет мужик и видит очередь Он говорит А что дают? Это такой был стандартный вопрос Что дают? Или там скажите Пожалуйста Зачем эта очередь? Вот и значит Что дают? Ей он говорит Мопассана Мужик говорит А это лучше? Или хуже чем Кремплин? Я сказал Он идет старый Ну тот говорит Я не знаю точно Но хоть пару бутылок надо взять Правильно? И вот это вот Пара бутылок-то надо взять Когда точно не знаешь Что есть Мопассан и Кремплин И вот этот процесс Который вовлекает Массы народу В участие в этой самой лотерее Некоторые ругаются И говорят Что вот Зачем люди Которые сами не знают Чего хотят Участвуют? Я не знаю В этом не надо ругаться Это точно так же Как вы купите билет Книжной лотереи Или любой другой Лотереи Ну в конце концов Лотерея Она есть лотерея Правда Все равны Он не знает Может быть вы не знаете Вы думаете что вы знаете Может быть вы точно так же не знаете Я видел людей Которые окрыленные Прилетали С колоссальными планами А потом через пару лет Возвращались обратно Деморализованные Разбитые В Дребадан Возвращались откуда приехали Потому что Если вы думаете Что вы знаете Зачем вам надо Это еще ничего не значит Ну так вы так думаете Вот собственно и все Не надо никого осуждать И Я думаю что Очень важный вопрос Который мы все Ну Мне уже поздно Я тут уже 27 лет живу Но Те кто собирается Ну мы Мы Участники лотереи Мы Которые хотим Эмигрировать Мы которые ищем Каких то вот таких решений Своих проблем Мы должны спросить Себя Что за проблему я решаю Бывает конечно Такая знаете Несовместимость Ну правда Вот Вот человек вышел на улицу Вот И ему не нравится Ему не нравятся Рожи вокруг Он смотрит телевизор Ему хочется его выкинуть В окно Он Там Ну бывает Ну правда Такие люди тоже есть И Есть несовместимость Это правда Тут уже даже Как бы и диагноз ставить Не надо Вот он Несовместим Не исключено Что он потом Вот тут поживет И выяснится Что он тут еще больше Несовместимый Это тоже бывает Вот Но Во всяком случае Когда он отвечает себе На вопрос Зачем Он говорит Ну вот Явная несовместимость Надо куда-то двигаться Хотя Конечно Лучше Если эта несовместимость Проявляется В формате таком Что вот он Чего-то хочет добиться И не может Потому что Ему мешают Внешние обстоятельства Ну вот Например Если мы Про текущий момент Говорим Когда Свидетели иеговы Вдруг Объявили вне закона В Российской Федерации Чего вдруг Я не знаю Ну Им виднее И если ты свидетели иеговы Например Тебе некомфортно Вот я вас уверяю Это совершенно Некомфортное дело Я еще не знаю Что там Я не читал этих законов И я не знаю Что тебе за это может быть Но Ну наверное Что-то еще и может быть То есть люди Как бы Ну да Понятно Что это Это вот такой Беженский вариант Когда тебе просто опасно Оставаться где-то Из-за твоих Религиозных убеждений Пожалуйста Он хочет уехать Кто-то Вот он в какой-то Бедности находится Или скажем Ему не хватает Вот этих Opportunities Возможностей не хватает Ну да Он может поехать в Москву Он может поехать в Питер А я вот жил в Москве Вот мне из Москвы Куда ехать Когда возможностей не хватает Да Вот видите как Переходится теперь По Кремниевой долине Давайте я вам Знаете что Камеру разверну Вот будете смотреть На Кремниевую долину Эта улица Называется Эл Камино Реал Что в переводе с испанского Большая дорога Когда-то здесь Кроме этой улицы Вообще ничего не было Ни хайвеев Ничего Вот так она и шла От Лос-Анджелеса Там до Сиэтла Вот Такая магистраль Местного значения Так вот Мой сегодняшний разговор На тему о том А зачем оно нам надо И чего мы ждем Потому что Люди которые открыты В своих ожиданиях Они просто ждут перемен Они ждут каких-то возможностей Они не зациклены Вот на этом На том Или еще на чем-то Потому что Как правило Если вы ждете чего-то конкретного Вы скорее всего Этого не получите Не потому что Его здесь нет А потому что Ваши ожидания Немножко фантазийные Какими бы реалистическими Они вам не казались Пока вы там Вот Это не гарантирует От того Что это все окажется фантазией Поэтому Самая лучшая Иммиграция Это иммиграция Без Специфических ожиданий Это иммиграция Когда ты открыт Ты открыт к людям Ты открыт к возможностям Я помню В далеком 1990 году Я встречался в Москве С пареньком Который Уехал Он жил уже в Америке 10 лет назад Его звали Леня Виноградский Вот мы с ним учились В институте связи Там Этот Леня Уже 10 лет жил в Москве А тут он по работе был Он где-то В переводческой конторе работал И Ага Надо будет объехать Вот И вот этот Леня Должен был мне передать Там Какую-то сумму Там Долларов Чтобы Купить билет Там для дедушки одного В общем Вот наших Наших Общих знакомых Дедушка Который сам Не в состоянии Был купить себе билет Значит Вот я Взял у него эти там Доллары Пошел в кассу И купил ему билет Тогда Если ты частично Платил валютой То без очереди И в общем Там Недорого Все это было Короче Я с ним встречаюсь А знаете У меня переживания Тоже Я волнуюсь Как я там буду Там еще чего-то И Я ему говорю Леня Вот там А он уже 10 лет Представляете Он уже партнер в бизнесе Там все И он говорит Миша Он говорит Расслабься Он говорит Ты не знаешь Какое у тебя призвание Просто расслабься То что должно будет случиться Случится Говорит Иди вот там На рынок Он говорит Купи огурчиков соленых Капустки квашеной Там Ну вот то За что тебе Придется много заплатить Когда ты попадешь в Америку Да Вот Пойди Покушай Расслабься Вот и так далее Может быть Он говорит Может быть Ты лучший в мире Продавец цветов И у тебя будет Там сеть магазинов Которые продают цветы Я говорю Я Он говорит Ну ты не знаешь Он говорит Я не знаю Ты не знаешь Никто не знает Расслабься И вот это вот Пойди на рынок И купи там огурчиков Там Малосольных Малосольных Наверное он любил Малосольные Я не знаю Я понимаю Что когда ты из Америки Приезжаешь в Москву И Ну так И тебе хочется Вот Вот этого снова Вот этого То что здесь продается В Дели Магазинах Там Этнических Вот Конечно ему этого хочется В Америке Это как бы Не то Не то Или вообще нет Или совсем не то Вот он Поэтому В смысле Взгляда на жизнь В смысле вот этой Философии Иммигрантской Вот я считаю Что он очень точно Попал Вот Вот в точку Я не знал Что я Выдурно в каком-то бизнесе Ну правда Ну кто мог знать Я и не стремился Никогда в жизни Я не стремился Быть владельцем Какого-то бизнеса Я бы с удовольствием Работал по найму Я всегда работал по найму С удовольствием работал Ничего Ну вот так выходит Иногда ты упираешься Во что-то И нет такого найма И ты берешь на себя И тащишь И оно пошло Ну разве я мог знать Разве моя Светлана Которая закончила Институт связи Могла представить себе Что когда ей будет Уже там ближе к полтиннику Она вдруг начнет Строить и перестраивать дома Причем она это делает Жи страстно Понимаете Она живет этим Вот тебе на Ну Поэтому Дайте вещам случиться Вот то что должно случиться Дайте ему случиться Не лезьте Не мешайте Учите английский Ну конечно Если А приезжают без английского Скажите Говорят Вот вопрос Тоже часто задают Скажите А можно вот так Приехать и вот так Чтобы без английского Можно Вот идешь на стройку И в русской бригаде Работаешь Так чтобы уже никогда В жизни английского Не узнать Конечно можно Знаете сколько таких Да Это я говорю про тех Кто легитимный Те у кого грин карта Есть А впоследствии Гражданство Я не говорю про тех Которые За наличку Нелегальные Это вообще Отдельный Отдельный мир И То есть Если это временно Как бы Да Пока они там Получат легализацию Через там Не знаю Политическое убежище Может быть Через брак Там Ну еще через что-то А если это И есть твой образ жизни Если это Можно сказать Навсегда А таких тоже Знаете Сколько таких Мама родная И это не только Наши с вами соотечественники Это и поляки И вон И литовцы И из самых разных стран Люди Десятилетиями живут Бесправные Они не жалуются То есть обратно Не хотят Знаете Вот им обратно И их не тянет Нормально Но ради чего И когда у вас Появится ответ Ради чего Тогда вы Скажете себе Дело не в пути Ну вот скажем Участие в гринкарт-лотерее А дело в эмиграции И вы Может быть Круг расширите Вы может быть Скажете Это не обязательно США Это может быть Канада Это может быть Австралия Это может быть Может быть И Чехия Или Кипр Или вот там Я не знаю Что там есть Черногория Я не знаю Но Но какие-то Понимаете Какие-то возникают Новые варианты Альтернативы И когда вы говорите Иммиграция Это средство Для достижения Моих целей А какие цели Конкретика Может быть разная Но по большому счету Мы говорим О самореализации Человек Если для Самореализации Тебе нужно Оказаться Где-то Ты не можешь Самореализоваться Там где ты живешь И это часто бывает Если вы спросите себя Почему люди там Едут в Москву Потому что Они не могут Самореализоваться Там где они живут Но есть Такие уровни Самореализации Которые не пройдут В Москве В Питере Там Минске Киеве И так далее Но вот не получается Есть другие Другие потребности Тоже Поэтому Если вы Стремитесь К самореализации Если вы Как бы Чувствуете Или интуитивно Или осознанно Вы какое-то Своё предназначение Осознаёте Или чувствуете Значит Вы стремитесь К реализации Этого предназначения Бывает Что на месте Нет возможности А бывает Что человек ошибочно Думает Что у него Либо какое-то Такое предназначение Либо что он Не может его реализовать Потому что ему мешают Вот эти внешние обстоятельства Понимаете Но тот танцор Которому мешали гениталии Танцевать Разве ему Внешние обстоятельства Мешали Ему мешали Гениталии Понимаете Может быть Есть такие гениталии С которыми Лучше не танцевать А я не знаю Может быть Руководить хором Да Я не буду Эту тему развивать Значит Друзья Это время Я считаю Что это время Сейчас Задуматься Потому что Мы вот в этой Лихорадке Там Заполнение Анкеты На участие В гринкарт Лотерее Понимаете Мы можем За решением Вопроса Значит Как Какой спеллинг У твоей фамилии Или там имени Или писатель отчества И так далее Мы можем За этим вопросом Абсолютно Забыть Вопрос о том А зачем Это вообще нужно Знаете как Там Невеста выбирает Фату А жених Не знает Хочет ли он Жениться Да В общем Тут много Веселого Я тогда Закончу Старым анекдотом Как приходит Мужик По объявлению Объявление было Что Ищет Приглашают Педагога Частного Для ребенка Значит По английскому Французскому И немецкому языку Пусть Пусть будет Дело в Одессе Раз такое дело И там Звонок Дверь Приходит человек И говорит Я по объявлению Ему говорят Вы знаете английский Он говорит Нет Наверное Французский знаете Он говорит Тоже нет Он говорит Ну тогда остается Немецкий Он говорит И немецкого не знаю Говорит А что вы пришли Говорит Я пришел сказать Чтобы вы на меня Не рассчитывали Понимаете Так вот Вот чтобы Не оказаться В положении человека Который пришел Сказать Чтобы на него Не рассчитывали В иммиграционном Процессе Вот Да То есть Прикиньте свой баланс Чего у вас есть Чего вам надо К чему вы стремитесь К чему вы стремитесь Вот это должно Реализоваться Там Или тут Это неплохо Вообще подумать Независимо от того Какое решение Вы примете Но задумываться Неплохо А я друзья Прибыл на работу Вот то что вы видите Справа Не все здание Конечно Оп Есть местечко Не все здание Но здесь находится Портнов Компьютер Скул И я подумал Кстати что Я сделаю еще Видео о том Почему Давайте я на себя Переведу Почему Портнов Компьютер Скул И эмиграция Это не меньше Близнецы и братья Чем Скажем там Партия и Ленин Да О которых Писал Маяковский Вот Так что Такая вот Интересная История У нас сегодня Вечером будет Трансляция Я напоминаю Тем кто досмотрел До конца У нас много новых Зрителей Не все в курсе У нас По пятницам Ну у нас тут Пятница вечер А у вас 9 утра В субботу По московскому времени Мы выходим В прямой эфир Вот на нашем канале 9 утра Московского времени Каждую субботу Божью Мы выходим В эфир И там Живьем задаются вопросы Отмечаются вопросы Так что У кого вопросы есть Приходите И в эту субботу И в следующую И в любую Субботу Приходите Счастливо Субботу Продолжение следует Продолжение следует...